Трудно представить, что на берегу этой речки произошло сражение по масштабам крупнее, чем известная всем Невская битва, но почему-то нами забытая. А история такова. В 1164 году шведы отправились на 55 парусно-гребных шнеках, численностью около 5000 бойцов, на новгородские земли. Подошли к Старой Ладоге и попытались ее захватить. Владожане успели укрыться в крепости и отправить весть о нападении в Новгород. Шведы взять крепость не смогли, тогда они сделали вид, что ушли, но на самом деле вышли в Ладогу и, перейдя восточнее, зашли в устье реки Воронежка и разбили здесь свой лагерь. Они собирались воспользоваться помощью проживавших в этих местах колбягов. Это, как и викинги, пришли народ, который собирал дань в пользу шведов и жил около берегов реки. В это время в Старую Ладогу подоспела дружина во главе с князем Святославом Ростиславовичем. Владожане смогли проследить за шведами и сообщили князю место, где шведы разбили свой лагерь. Князь собрал передовой отряд численностью 700 человек из дружинников и ладожских ополченцев и сумел скрытно подойти к лагерю и внезапно напасть на шведов. Небольшой отряд наголово разгромил шведское войско, которое на тот момент составляло четверть воинов всей Швеции. И вплоть до Невской битвы шведы не смели больше соваться на земли Северной Руси. Продолжение следует...